Друзья, этой осенью пройдет главное в мире политическое событие 2024 года, и данный выбор будет, как говорится, из двух зол наименьшее. А еще вся эта подготовка и само их проведение вполне могут перерасти в серьезный кризис на разных уровнях. Только подумайте, когда еще два претендента на пост президента рассказывали про крипту и получили сами или их родственники уголовные сроки. Подписывайтесь на канал и давайте разбираться. Команда Джо Байдена ищет варианты, как получать донаты в криптовалюте на предвыборную гонку. На самом деле нет ничего сложного, просто даете адрес своего кошелька и вам туда отправляют монетки, как это уже реализовал Дональд Трамп. Другой вопрос, кто тебе, Джо, даст эти самые донаты в крипте, если ты мешаешь продвижению индустрии и хочешь собрать дополнительные налоги с майнеров и инвесторов. И хоть есть много косвенных подтверждений, что именно с подачи Байдена SEC быстро переобулась и одобрила спот в ETF на топ-2 криптовалюту эфириум, но в остальном Байден ведет себя крайне странно. А Трамп этим не стесняется пользоваться. Вот, например, из его последних заявлений в поддержку майнинга биткоина, мол, все оставшиеся монеты должны быть добыты на территории США. Или вот еще лучше, что Дональд покончит с войной Байдена против криптовалют. В плане того, кто знает, что пообещает Трамп определенно впереди и только по данным самой ФРС. В 2023 году 7% американцев покупали криптовалюту. Это достаточно большой процент избирателей и понятно, почему сейчас за них идет борьба. Ответить на это Байден может только какими-то реальными делами и уступками. То есть отказаться от налога на майнинг, надавить на всех, чтобы те не судили каждую вторую биржу и так далее. И возможно это снова происходит, ведь сначала Гэри Гэнслер дал крайне расплывчатые комментарии насчет запуска торгов с потовыми ТиЭф. Мол, где-то до конца лета все будет. Но проходит буквально два дня и аналитики Блумберг сообщают, что Сек все же ответила по формам С1, необходимым для запусков торгов. Там нет серьезных возражений и уже 2 июля ИТФ на эфир может появиться на биржах. Пока рано говорить, сможет ли на ожидании этого события развернуться крипторынок. Его неплохо придавили продажи майнеров и ястребины настрой ФРС в среду. А еще друзья из BlackRock традиционно всех остудили через динамику торговой ТиЭф на биткоин. На прошлой неделе сначала была сломана серия из 19 дней притоков подряд, а затем за 5 торговых дней было сразу 4 внушительных распродажи. В итоге суммарный отток составил 580 миллионов долларов. Так что пока Байден и Трамп борются за голоса криптанов, большой капитал продолжает манипулировать крипторынком. Вернусь к разбору ситуации по выборам президента США уже с уклоном в традиционные финансы, после небольшой ностальгии для тех, кто помнит 90-е года. А у вас был в детстве Тамагочи? Если да, то обратите внимание на веб-3 игру с пиксельной графикой PlayDoggy, в которой нужно ухаживать за собственным виртуальным питомцем и зарабатывать токены Play. Заявлено, что PlayDoggy появится в магазинах приложений от Google и Apple, а токены Play можно будет продать на DEX и CX биржах. Листинг пройдет во время второй и третьей фазы проекта. Сейчас PlayDoggy находится на стадии пресейла и уже собрал свыше 4,4 миллиона долларов. Купить токены можно через виджет на сайте, оплатив эфиром, USDT, BNB или с карты. Нужно обязательно подключить криптокошелек с поддержкой BNB Chain. Именно на него вы получите монеты после клейма, который пройдет по завершению пресейла. Также можно добавить ваше плейстейкинг в BNB Chain. Это не финансовый совет, обязательно сами изучите PlayDoggy. Ссылку на пресейл оставлю сразу под видео. Таких выборов в США, как будут этой осенью, еще никогда не было. Хотя бы потому, что в них участвует Дональд Трамп, который стал первым бывшим президентом, получившим уголовный срок. Да, дело касается финансовых махинаций, и это не первый приговор Трампу. Но важно то, что это прецедент. Раньше бывшие президенты никогда не признавались виновными по уголовным делам. И Байден также не отстает от него. Его сын Хантер может сесть в тюрьму на 25 лет, ведь присяжные признали его виновным в незаконном владении оружием. В обоих случаях, по американским законам, данные судебные дела не являются причиной для снятия с президентской гонки и не помешают им зайти в Белый дом в случае победы. Как я уже говорил, американцам придется выбирать из двух зол наименьшее. Фактически, между тем, кому уже есть вопросы касательно профпригодности, но уже поздно выставлять вместо себя другого кандидата. И тем, кто готов пообещать что угодно, лишь бы снова занять высший пост и решить свои личные, репутационные и финансовые проблемы. Я специально не называл сейчас фамилий. Думаю, и так все понятно. Разбираться в этих моментах можно крайне долго. Но в первую очередь нас должен интересовать финансовый аспект, ведь кризис в США будет перенесен на весь остальной мир. И тут есть о чем переживать. Возьмем статистику на конец 2023 года. На 10% крупнейших компаний из S&P 500 приходилось 75% капитализации фондового индекса. Пузырь больших размеров мы наблюдали только в 1929 году, перед началом самого страшного финансового кризиса в истории США и всего мира, который длился 10 лет и получил название Великая депрессия. За первое полугодие 2024 года данная ситуация усугубилась. Капитализация топ-5 американских компаний превысила 10 триллионов долларов за счет роста биг-техов на хайпе искусственного интеллекта. Пока не приходится говорить о том, что пузырь лопнет завтра. Все-таки год избирательный и как минимум действующей власти, а ввал фондового рынка, который потянет за собой золото, ресурсы и криптовалюты, точно не выгоден. Но это угроза гипотетическая, как минимум для команды Байдена. Сами они намного больше боятся роста инфляции, что негативно скажется на настроениях избирателей. Поэтому в прошлую среду, после того, как инфляция в США за май неожиданно показала снижение до 3,3%, и рынки отреагировали на данную новость крайне позитивно, глава ФРС Джером Пауэлл включил режим ястреба и начал пугать инвесторов. Он заявил, что текущий прогресс по борьбе с инфляцией все еще незначительный, что регулятор не видит причин для смягчения монетарной политики, что период высоких ставок будет долгим, и до конца года мы вряд ли увидим больше одного снижения ставки, и то с минимальным шагом в 25 базисных пунктов. Аналитики отметили, что Пауэлл проговорился, что в прошлом году потребители потратили больше, чем их доходы. С его точки зрения, это положительный фактор, который заставит людей больше экономить, что приведет к снижению спроса и замедлению роста цен. Но также мы понимаем, что ситуация со сбережениями американцев становится все хуже, они живут фактически непосредством. Точно так же, как это делает американское правительство с дефицитным бюджетом. И мы уже разбирали раньше, что проблема госдолга после этих выборов станет только хуже. Ведь Байден не планирует сокращать расходы, а Трамп обещает еще больше снизить налоги и тем самым порезать доходы бюджета. Фактически, получается бомба замедленного действия, когда ФРС держит экономику и Минфин в заложниках высоких ставок ради борьбы с инфляцией. Но это создает эффект бомбы с часовым механизмом, которая не может не взорваться в будущем. Чем дольше ее оттягивать, тем будет хуже для финансовых рынков. И первые прорывы могут быть уже осенью или зимой. Мы помним, как Трамп отказывался признавать свое поражение на выборах в 2020 году. И хоть сейчас большинство аналитиков склонны отдать победу Дональду, но что если нет? Представьте, какие политические войны развернутся, и это обязательно подорвет финансовую стабильность США. Так что пристегнитесь, эта осень будет крайне интересной. Видео хочу завершить, как и начал с криптовалют. Сейчас многие надеются зайти в эту сферу бесплатно через проект Хамстер Комбат. Когда и сколько денег он раздаст, обсуждал буквально вчера в новом видео на Коинпост ПРО. Посмотреть его можно сразу по ссылке у вас на экране. Спасибо за просмотр. Ваш Коинпост. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова